Добрый день, уважаемые коллеги! К Олимпиаде. И сначала хотелось бы нам, мне с вами обсудить, а кто такой эколог вообще-то? Эколог, по большому счету, это врач. Почему? Потому что врач, да, медицинский работник, он лечит наш с вами организм, чтобы мы были здоровы и счастливы. А эколог лечит окружающую среду в наших организмах с одной и той же целью, чтобы мы были здоровы и счастливы. Потом, буква К, кто, если не я? Потому что каждый гражданин Российской Федерации обязан бережно относиться к окружающей среде и решать экологические вопросы на любом уровне, даже на уровне своей кухни. Об этом гласит статья 58 Конституции Российской Федерации. И, о, это отличное образование, потому что человек, разбирающийся в законах природы и в законах экологии в целом, да, знает, как правильно развивается жизнь. И знает, как правильно принимать управленческие решения. И это любимая работа, потому что она благородная работа. Но эколог должен принимать управленческие решения. А управленческие решения – это баланс социальных, экологических и экономических отношений. И за принятое решение, как любой управленец, эколог несет ответственность. Вплоть до уголовного. Буква Г – гарантия трудоустройства. Ну, я вам скажу, значит, почти ежемесячно приходят предложения с того или иного предприятия, в том числе даже в первую очередь, ну, у нас в Сибири такая специфика – это нефтегазовая отрасль. Предложение дать ей эколога, эколога-профессионала на предприятии. Ну, итог буква И – это, конечно, успешность. Потому что эколог – это успешный человек. Он удовлетворен своей работой, получает приличную заработную плату. И самое главное – он лечит окружающую среду для всех нас. И что такое буква Я? Я – профессионал. И поэтому эколог звучит гордо. Теперь мы часто слышим, да, даже, к сожалению, от медицинских работников, когда я спрашиваю, вот у меня голова болит постоянно и так далее. А им отвечают, мы слышим по телевидению, обратите на это внимание, а им отвечают, а что вы хотите, если экология плохая? Вопрос, а может быть, экология плохой либо хорошей? Не может быть ни плохой, ни хорошей. Потому что экология – это наука. И сразу подсказка, как отличить науку от ненауки, от научного направления, например. Наука имеет свои законы. Вспомним, физика, химия, биология, экология – они имеют свои законы. Если какой-то термин, да, который принимает, ну, скажем, охрана окружающей среды. Многие говорят, что это наука. Нет, это научное направление. Ну, до охраны окружающей среды мы с вами дадим. Теперь, а зачем изучать экологию, зачем изучать экосистему? Да? Чтобы понять критерии устойчивости экосистемы, темы к естественным или антропогенным нагрузкам, то есть факторам. Ну, обыкновенный пример. Представим, что наш организм – это экосистема. Оно так и есть. Приближается Новый год. На Новый год вы покушали, так, гореть, жирненькую уточку, либо гуся, говорят, так принято. Так. А утром у вас что-то заболело в организме. В первую очередь, что у вас заболит – это печень. Почему она заболела? Потому что, во-первых, печень – это очистное сооружение нашего организма. А, во-вторых, в неположенное время, или мы с вами в неположенное время, когда организм должен спать, покушали жирненького. Организм ночью должен отдыхать, а мы его загрузили. Вот печень приболела. И мы должны определить, сколько чего нам нужно скушать, чтобы печень не болела, а пищеварительный тракт не ныл, не страдал, да, чтобы голова не болела. Вот это и есть устойчивость. До какого предела, сколько можно? Кусочек съел, либо два – хватит. Если много скушал – будет болеть. Мало скушал – не будет болеть. Здесь вырабатываются, так сказать, индикаторы устойчивого развития. Либо показатели, либо нормативы устойчивого развития экосистемы. Либо того, либо иного компонента, скажем, атмосферного воздуха, качества атмосферного воздуха. Какие газы там должны быть, в каком количестве, каких не должно быть. Либо они должны быть, но только в определенном количестве, чтобы не было вреда для нашего с вами организма. Вот это называются нормативы. Ну, а в целом для экосистемы это называется критерий устойчивости. Что такое природопользование? Это изъятие природных ресурсов, прежде всего, да, потому что вся экономика у нас на чем основывается? На использовании природных ресурсов. Сколько можно изъять природных ресурсов из экосистемы? Ну, например, да, лес. Сколько можно вырубить леса, чтобы он самовосстановился? Либо это сплошные рубки на громадные деляния, да, и все повырубили. И ниоткуда семенам прилетать ничего не осталось. И лес не самовосстановится. Только искусственное восстановление леса. Но искусственные – это финансовые затраты. Надо их проводить. Если можно было бы оставить семенники, семенники остались, значит, произвели семена, и идет самовосстановление леса. И вот сколько можно изъять, чтобы лес самовосстановился? Изъять и сколько оставить? Вот это называется нормативы изъятия. Либо река. Да, да, и второе. Это воздействие на природные ресурсы, на природные компоненты, на всю экосистему в целом. Потому что любое предприятие, да, оно называется природопользователь. И оно, с одной стороны, изымает природные ресурсы, а с другой стороны, выбрасывает загрязняющие вещества в атмосферный воздух, сбрасывает загрязняющие вещества в поверхностные водные объекты, образует отходы. И вот сколько можно сбрасывать загрязняющие вещества в реку, чтобы она не погибла? Для этого существуют тоже нормативы. С учетом устойчивости водного объекта. А устойчивость определяется скоростью самовосстановления. Ну, например, да, река. Выше по течению существуют какие-то там населенные пункты, предприятия. И они сбрасывают, сбрасывают. Ну, пример Томи, река Томи. Наша река, Томская, ближе, значит, поэтому на примере Томи. В Верховьях находится крупный город Новокузнецк. Крупнейшие предприятия, металлургические. Идут сбросы загрязняющих веществ. И все это по течению течет вниз, до Кемерово. Если мы померим качество воды выше Кемерово, она уже будет чистой. Ниже по течению, ниже Кемерово, опять грязная, Кемерово подбросило. Дальше идет Юрга, тоже промышленный город. Перед Юргой померим, вода чистая. Ниже Юрги, вода грязная. Померим выше Томи, ниже по течению. Выше Томска, выше Томска чистая, ниже Томска грязная. Так почему же так получается? Потому что река обладает, как и наш с вами организм, системой самовосстановления, самоочищения. Мы приболели, таблеточки попили, выздоровели. Так же и река. У нее, как организм, организм река работает на самоочищение. В основном, благодаря бентосу и планктону. И вот задача, задача кредопользования, не нарушать нормативы. Сколько можно сбросить, чтобы не нарушить скорость самовосстановления. И что такое охрана окружающей среды? Это мероприятия, методологии, методы минимизации, то есть ограничений негативного воздействия на окружающую среду. И контроль за природопользователями, чтобы они не нарушали эти нормативы. То есть достижение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. Вот это терминология. Почему я на этом остановился? Потому что одно из требований к вашим работам, это правильное понимание и использование природоохранной и экологической терминологии. Теперь, а зачем? Зачем мы живем? Зачем мы сохраняем качество окружающей среды? Цель у любого государства, в том числе и нашего государства, одна. Это улучшить качество жизни населения любой территории. И государства, и всей планеты, и субъекта федерации, и муниципалитета, и даже на уровне семьи. Для чего мы зарабатываем деньги? Для того, чтобы жить достойно. Что значит достойно? Это хорошо одеваться, чтобы у нас было тепло в квартире, светло, уютно, и питаться экологическими чистыми продуктами питания. То есть, чтобы получать образование достойно. Вот это и есть качество жизни. И поэтому интегральный показатель качества жизни – это увеличение продолжительности жизни населения. Потому что чем больше продолжительность жизни той либо иной территории, населения той либо иной территории, тем, значит, благополучнее люди живут. Но вам скажу, значит, мы пока отстаем от продолжительности жизни Японии на 10-11 лет. Обидно? Обидно. Хотя вот уровень качества жизни у нас увеличивается, и продолжительность жизни за последние 10 лет в России увеличилась где-то на полтора-два года, как в каком-то объекте федерации. Это уже хорошо. И вот основные показатели качества жизни – это образование, качество окружающей среды, медицинское обслуживание, культура, доходы, понятные, и так далее, и так далее. И, как мы с вами говорили, демографическая тенденция. И вот обращаю ваше внимание на эту схему. Эта схема не моя, это ни много ни мало диаграмма, разработанная на основании глобальных многолетних исследований населения всего земного шара, организаций объединенных, всемирной организацией здравоохранения. И обращаю внимание, что качество нашей жизни на 25%, то есть на четверть, зависит от качества окружающей среды. И обращаю внимание, да, всего лишь 10, где-то 11%, около 11, наше качество нашей жизни зависит от системы здравоохранения. И, но мы, да, прежде чем осознать, из-за чего возникло у нас заболевание, бежим к врачу, а не обращаем внимание на качество окружающей среды, которое, кстати говоря, зависит от каждого из нас. Об этом нужно думать постоянно. Ну и что такое качество окружающей среды? Это соответствие состояния окружающей среды нашим с вами физиологическим возможностям. Да? И самая главная цель – это сохранить генетический фонд. Потому что все в мире мутирует. А мутирует почему? Потому что наш организм неадекватно реагирует на различные природные антропогенные факторы. А в последствии мутаций возникают различные генетические нарушения. Вот это мы не должны допускать с учетом того, что наше качество жизни на 25% зависит от качества окружающей среды. Значит, мы все должны заботиться о качестве окружающей среды. Ну и основные факторы, которые влияют на качество окружающей среды, это климатические особенности, солнечная радиация, гидрологические характеристики, ландшафтная структура территории, то есть природная структура, да, рекреационные ресурсы, где можно отдохнуть, набрать здоровье, и физико-географические процессы и явления. А экологический фактор – это качество. Потому что атмосферный воздух, он как природный компонент, но наше с вами здоровье зависит от качества атмосферного воздуха, зависит от качества поверхностных и подземных вод, потому что мы ее пьем, зависит от загрязнения почвенного покрова, то бишь от отходов производства и потребления, да, потому что продукты питания, откуда у нас берутся? Из земли, или от земли. От радиационной обстановки, с учетом того, что есть естественная радиация, да, естественно, фоновое загрязнение радиацией, а есть там, где есть ядерные объекты, возможно, так сказать, и неблагополучное состояние. Шумовая обстановка, световые факторы и так далее, и так далее. Это основные факторы. Теперь переходим к системе управления. Почему этот рисунок приведен, такая схема, потому что эколог, эколог – это управленец, который принимает управленческие решения. Мы, по сути дела, каждый день с вами принимаем какие-то управленческие решения, да, значит, что одеть, какая температура на улице, так, значит, и различные семейные, что покушать, когда покушать, с учетом состояния нашего организма. Поэтому вот такая классическая схема, то есть есть какая-то проблема в экологической обстановке, что нужно сначала сделать? Значит, сформулировать правильно генеральную цель, что нужно, чего нужно достичь, да, ликвидировать эту проблему. Для того, чтобы этой цели достичь, нужно поставить, поставить ряд задач. Первая задача какова? Это исследовать, обследовать. Подчеркиваю, в медицине подходы и методы почти одинаковые, абсолютно одинаковые. Первая задача – изучить и оценить состояние этой проблемы и найти, самое главное, причину этого заболевания, что в медицине, что в экологии. Все одинаково. Затем разработать механизмы реализации, пункт 4, и реализовать эти методы. Либо контроль, либо там усиление, ужесточение нормирования, либо принятие административных мер и так далее. И затем, получив результат, проанализировать этот результат и оценить всю ситуацию со стороны населения. Правильно мы с вами делаем? Либо неправильно? Потому что населению виднее, не со стороны видят. Хотя есть так называемый диван на экологии, они ничего не делают, на диване лежат и всех критикуют и считают себя великими. Это неправильно, это не эколог. И если мы что-то неправильно сделали, либо не достигли генеральной цели, значит, провести корректировку решений. Но с главным достижением это решить проблему, экологическую проблему. Вот таков простой, но ясный алгоритм. Теперь поближе к экологии. Это вы должны знать, да, в 2015 году состоялось юбилейное совещание Организации Объединенных Наций, да, это обширная такая организация, образована, кстати говоря, по инициативе Советского Союза, создана в 1948 году, после войны, так, и вот Организация Объединенных Наций, то есть громадным количеством стран, которые принимают участие, выработаны 17 целей устойчивого развития. Мы не будем останавливаться на каждой, достаточно посмотреть и увидеть, что экологический блок, он везде есть, что в ликвидации нищеты, да, что в сохранении тем более экосистем суши, морских экосистем, изменения, глобальные изменения климата, тем более, и так далее, и так далее. Везде в этих целях имеется экологическое составляющее. И подчеркиваю, экологическая составляющая, это мы с вами должны сразу ориентироваться на здоровье нашего с вами организма, потому что задача у всех одна, чтобы каждый человек на планете был здоров и счастлив. И как это достигать? Главный алгоритм это устойчивое развитие. И если вы будете читать в интернете определение устойчивого развития, вы найдете там больше ста определений. Но, подчеркиваю, мы, экологи, как профессионалы, должны ориентироваться на узаконенную терминологию. И вот, федеральный закон номер семь об охране окружающей среды, он трактует устойчивое развитие, как развитие общества, при котором удовлетворение потребностей сегодняшнего поколения осуществляется без ущерба для будущих поколений. Вроде понятно, да, скушал сам, оставь детям и внукам. А как это регулировать, как это понять, реально, как это реализовывать? Не так же, что съел и оставил, это слишком утрировано, и таким подходом не реализуешь. Поэтому я вам поясняю. Устойчивое развитие это ничто иное, как баланс трех составляющих. Это человек, как социум. Это экономика, которая дает человеку благо, тепло, электроэнергию, освещение, одежду, продукты, питание. Но откуда экономика берет ресурсы из природы. И экономика, как мы с вами говорили, еще выбросы дает и сбросы в природу, загрязняет. А природа для человека это среда обитания. И качество природы, как окружающей среды, качество окружающей среды должно соответствовать физиологическим потребностям человека. Вот здесь и баланс должен быть. И причем устойчивого развития, да, вот как рассматривать, на уровне планеты и все? Нет, устойчивого развития можно рассматривать, как баланс социально-эколога, экономических интересов, вот этот баланс, можно рассматривать и на уровне всего земного шара, и на уровне государства, и на уровне субъекта федерации, и на уровне муниципалитета, на уровне любого предприятия, и даже мы не осознавая того, каждый из нас стремимся создать устойчивое развитие на уровне семьи, потому что в каждой семье должны соблюдаться и экологические каноны, каноны, те же самые санитарно-гигиенические. Но нужно мерить, да, чтобы развиваться, нужно мерить, какой блок усиливать, какой уменьшать. Для этого существуют индикаторы устойчивого развития. Я не буду на них останавливаться. Я говорю об этом, чтобы вы знали. Теперь существует административная система управления. Вот мы знаем три основных органа исполнительной власти. Это федеральный уровень, да, правительство Российской Федерации, орган исполнительной власти. В правительство входят все министерства. Наше с вами главное министерство, это Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Это федеральный уровень. И вот здесь мы с вами смотрим, да, федеральная служба по надзору в сфере правдопользования. Это самый главный, самый главный контролирующий орган на уровне федерации. И его подразделение, его подразделение на уровне каждого субъекта федерации. Ну, в того, видите, да, управление федеральной службы по надзору в сфере правдопользования по Томской области. Это федеральный уровень. Там же в министерстве, федеральное агентство по недропользованию, значит, федеральное агентство водных ресурсов с их подразделениями на уровне субъекта федерации. И, подчеркиваю, Росгидромет, да, те, которые дают нам погоду, эта служба тоже входит в министерство природных ресурсов. И сразу подчеркиваю, Росгидромет осуществляет мониторинг, то есть следит за качеством окружающей среды, но не охраняет. Росгидромет ведет мониторинг, он не обладает карательными функциями, контрольными функциями. Многие студенты путаются в этом. А контрольными функциями обладает Росприроднадзор, как федеральный орган. И на уровне субъекта федерации тоже есть контролирующие органы. В каждом субъекте федерации разные, по-разному он называется. Чаще всего это министерства. Так же могут называться так же. Министерство природных ресурсов, экологии, там, Кемеровской области, там, Алтайского края, Ханты-Мансийского округа, Московской области, там, и так далее, и так далее. Или города Москвы. Это региональный уровень. И в этих министерствах тоже есть контролирующие структуры. Могут так же называться Росприроднадзор города Москвы. Города Москвы. Это региональный контролирующий орган. И вот это вам как шпаргалка, для того, чтобы понять, какой орган, что контролирует и что делает. Потому что если вы как экологи-профессионалы будете потом работать на предприятии, вам нужно будет согласовывать и получать разрешительные документы вот в этих контролирующих органах. Поэтому это вам такая шпаргалочка даже на будущее после окончания ВУЗа. Кто пойдет работать экологом, профессионалом на предприятии, либо будет работать экологом-контролером, то есть природоохранных органов, либо в федеральном Росприроднодзоре, либо в региональном природоохранном контролирующем органе. Вот. Это региональный уровень на примере Томской области. В Томской области у нас нет министерства. У нас департамент природных ресурсов и охрана окружающей среды. Функции, полномочия почти такие же у региональных контролирующих органов. Как и у Росприроднодзора. Но разделены сферы влияния. Во-первых, все предприятия, организации, экологический термин такой, объекты негативного воздействия. Они разделены на две группы. Вернее так, они разделены по системе на лучшие доступные технологии на четыре категории. первая категория самые опасные, они контролируются сугубо федеральным органом Росприроднодзором. Вторая, третья и четвертая категория, они под контрольны региональным природоохранным органом. При этом подсказывают, четвертая категория не подлежит государственному экологическому контролю надзора. и еще мы с вами говорили три органа исполнительной власти основных. Федеральный орган Росприроднодзор, региональный, это региональное министерство, либо в Томской области департамент природных ресурсов и муниципальный уровень. Вопрос, а есть закон, федеральный закон 248 о государственном контроле надзоре, и муниципальном контроле. Тогда получается, что государственными органами у нас является федеральный уровень, повторяюсь, Росприроднодзор, и региональный уровень субъекта федерации, региональное министерство, либо департамент. Муниципальный уровень не является государственным органом. Они не имеют права применять федеральный закон об административной ответственности, КОАП он называется. Теперь, по недропользованию. Есть федеральный орган, как мы смотрели, агентство по недропользованию в структуре Министерства природных ресурсов, и региональные департаменты по недропользованию. Зачем огород городить? Зачем так сделано? Это сделано для того, чтобы крупное, дорогое находилось в управлении федерального уровня, а дешевое и большие запасы, чтобы управляли регионы. Поэтому все полезные ископаемые, да, наиболее дорогие, они находятся в ведении агентства по недропользованию Российской Федерации. Нефть, газ, цветные металлы, даже тяжелые металлы. И есть такие полезные ископаемые, как песок, гравий, нетугоплавкая глина, подземная вода, но не вся. Я сейчас вас насторожу, потому что может быть в вопросах такой момент. Вы должны знать этот критерий. Вот эти песок, гравий, немножко подземной воды, относятся к понятию общераспространенные полезные ископаемые. И нам нужно получить, скажем, лицензию на добычу песка, гравия, нетугоплавкой глины. Нам нужно получить лицензию. Куда мы пойдем? Мы пойдем в региональный департамент по недропользованию. А если нам нужно получить лицензию там на добычу золота, угля, нефти, газа, нам нужно будет за лицензией идти в федеральное агентство по недропользованию. Теперь маленький нюанс, который может попасться в вопросах. А подземная вода? Подземная вода это тоже федеральная собственность, как все полезные ископаемые, но она разделена на две части. При добыче подземной воды, это обычно предприятие, да, и многие из вас столкнутся, когда идут в практику жизни. При добыче подземной воды в объеме до 500 метров кубических в сутки, до 500, относятся к понятию общераспространенных полезных ископаемых. То есть нам с вами нужно будет идти за лицензией в региональных департаментах. Если мы будем добывать больше 500 метров кубических суток, то тогда нужно будет идти в федеральное агентство по недропользованию. Теперь мы с вами смотрели структуру Министерства природных ресурсов, и там есть агентство лесного хозяйства. А здесь мы смотрим региональный департамент лесного хозяйства. Как так? Лес же федеральная структура? Федеральная структура. По логике тогда получается нам нужно в федеральный орган обращаться? А нет. Есть такое понятие переданные полномочия. И вот по лесу это понятие действует юридически. То есть лесом в целом управляется федеральное агентство лесного хозяйства, а в целом лесной кадастр, разработка законодательства, нормативно проводить документацию и так далее. Учет сколько вырубили, сколько посадили. А реально управление лесным фондом осуществляют региональные департаменты лесного хозяйства. Об этом тоже нужно будет знать, если кто-то будет особенно работать в нефтянке, и вам нужно будет прорубить какую-то просеку и так далее. Кому обращаться? В региональные департаменты лесного хозяйства. И по охотничьему рыбному хозяйству то же самое. И охотничество промысловое животное и водные биологические ресурсы это федеральная собственность. Но переданы полномочия на уровень субъекта федерации. Поэтому разрешительные документы либо там согласование опять же по редким исчезающим видам по охотничьим промысловым животным. Если трубу нужно будет прокладывать через водный объект нужно обращаться в региональные органы природопользования в региональные департаменты охотничьего и рыбного хозяйства. Это переданные полномочия. Теперь в целом как ведется система управления на государственном уровне во-первых применяется программно-целевой подход. Существует наше самое главное министерство природных ресурсов. на уровне субъектов федерации это губернаторы. так. И существуют программы программы стратегия развития Российской Федерации до 2030 года. и также существуют программы социально-экономическое развитие Томской области до 2025 года, а потом до 2030 года. И существуют стратегические цели. Стратегические цели по большому счету их нацелены опять же вот справа смотрим благоприятность состояния окружающей среды. то есть улучшение качества окружающей среды. Улучшение экологических факторов, экологических показателей. Для этого существует национальный проект, которым управляет Министерство природных ресурсов. И в этом национальном проекте есть все. И лес, и недра, и вода отдельно, и так далее, и так далее. И выделяются очень приличные деньги, чтобы вы знали. на реализацию программ, которые разрабатываются субъектами федерации, но вот в рамках национального проекта экология. Потому что ничего без денег, к сожалению, не сделаешь. И существует такое понятие, да, международный язык. Все начинают думать, что это английский, французский, русский, ничего какого-нибудь. Нет. Международный и ведомственный язык один, это финансовый. Есть деньги, выгодно, вопрос решается. Невыгодно, не решается. И поэтому президент дал указание разработать национальный проект экологии. Из федерального бюджета выделяются очень приличные деньги на решение экологических проблем. И сферы охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха и отходов и так далее, и так далее. Кто вы это знали? Теперь, какие механизмы существуют? Да, ну, это вот будущая ваша работа, кстати говоря. Прежде всего, это осуществление государственного экологического надзора, ну, если эколог предприятия, то производственного контроля. Это нормирование воздействия на окружающие среды, да, сколько чего должно содержаться, имеет право содержаться по всей таблице Менделеева в атмосфере, в воде, в земле и так далее, и так далее. То есть, это вот отдельная работа. Но, скажу, скажем, выпускники нашей как, которые создают сельчинные центры по разработке нормативно природоохранной документации предприятий. И живут не только корочка хлеба, но и с маслом. Ну, и, как мы с вами говорили, существуют для баланса интересов индикаторы устойчивого развития. Я не буду на всех их останавливаться, вернее, не буду на них останавливаться, просто вы должны это знать. И главный здесь выступает главным мерилом, да, таким агрегированным индикатором, это энергоемкость валового регионального продукта. Единственное, чтобы вы только знали, он считается долго и тяжеловато считается. То есть, сколько тратится природных ресурсов и сколько выбрасывается, сбрасывается и так далее загрязняющих веществ в окружающие среды при производстве энергии. Потому что энергия определяет все. Есть электричество, есть развитие, нет электричества, нет развития. А что такое электричество? Это сжигание, уничтожение невозобновляемых природных ресурсов. Нефть, газ, уголь. Но понятно, еще атомная энергетика, вы скажете, да, а что такое атомная энергетика? Это опять полезные ископаемые, это урановая руда. она бесконечна? Нет. Поэтому все нужно считать. Ну и теперь давайте потренируемся. Вот в свое время была такая задачка на Олимпиаде, на берегу водоема появился неорганизованный пляж. Модель такой ситуации вот здесь отражен на этой фотографии. отдых на берегу. Вот давайте будем разбираться с точки зрения экологов и знания природоохранного законодательства, прежде всего водного кодекса. И вот задания, они будут вам представлены вот именно в таком виде. То что первое значит ситуация, второе задание с предложением проанализировать к каким негативным последствиям для данной экосистемы может привести вид отдыха представленный на рисунке. Разрешен ли отдых на необорудованном пляже? Какие виды нарушений природоохранного законодательства мы видим на этой фото? И какие органы власти должны принимать меры для ликвидации нарушения природоохранного законодательства? Давайте будем разбираться теперь. На первый вопрос. Каким негативным воздействием может привести в данной ситуации? И вообще это разрешен отдых на необорудованном пляже? Сразу отвечаю. Отдых не запрещен. Во-первых значит вот ответ второй. во-первых значит в соответствии с водным кодексом да есть такое понятие свободный сервитут что это означает? 20 метров от уреза воды от уреза воды должно быть свободным. То есть никто не имеет права загораживать доступ к водному объекту. Будь то река будь то ручей будь то пруд неважно какой водный объект будь то болото это все относится к понятию водного объекта. 20 метров должно быть свободным чтобы каждый гражданин имел право вдоль по бережку прогуляться. Это первое. Второе оборудованный пляж и не оборудованный пляж. Где можно купаться? Можно и там и там но есть разница. Если пляж официально оборудован муниципалитетом то должна быть дежурная служба спасения на этом пляже и если не дай бог кто-то там утонул то ответственность несет муниципалитет вплоть до того что можно скажем семья погибшего может представить иск в суд на муниципалитет и муниципалитет по решению суда будет как-то финансово компенсировать. А если это не оборудованный пляж как здесь имеем право купаться? Да имеем но службы спасения там нет и если не дай бог кто-то утонул это его проблема. Теперь вот каким негативным последствиям первый вопрос и первый ответ. Значит мы там видим стоит автомобильный транспорт стоит автомобильный транспорт так вернемся чтобы картинку увидеть автомобильный транспорт имеет право находиться здесь если посмотреть 65 статью водного кодекса мы там прочитаем стоянка автомобильного транспорта и так далее и так далее в пределах водоохранной зоны запрещено а какова ширина водоохранной зоны если водный объект то есть река более 10 километров водоохранная зона 200 метров кто захочет за 200 метров остановить бросать машину и пешочком все нести значит к берегу никто не хочет вот поэтому приехали здесь остановились но статья 65 водного кодекса в скобочках написано за исключением твердых покрытий то есть если бы вот здесь на берегу была площадка забетонированная и либо асфальтированная либо то и другое то есть твердое покрытие то тогда можно было ставить машины на этой автостоянке гравийное покрытие к понятию твердого покрытия по закону не относится это уже дорожный кодекс то есть машины здесь не имеет права стоять а логика где и зачем такие жесткие требования очень просто потому что по любому из любой машины может где-то капнуть маслице что такое маслице это нефтепродукт да дождичек прошел эти нефтепродукты попали в водный объект нефтепродукты разливаются по поверхности водного объекта но при высокой температуре значит толщиной аж в одну молекулу ну и что но эта пленочка она перекрывает доступ кислорода водный объект и все биологические ресурсы водные биологические ресурсы из-за отсутствия кислорода начинают гибнуть я специально вам разжевываю чтобы это все понимали кроме того какое тут негативное воздействие что мы видим по берегам рек озер летом когда отдыхаем пакеты с мусором ну хорошо еще если пакеты а то просто так то есть нет места утилизации твердых коммунальных отходов понятно негативное воздействие теперь какие органы должны контролировать значит у нас мы с вами уже говорили два главных контролирующих органов федеральные это Рост природнадзор если эта река относится к категории федеральных водных объектов и региональный природоохранный орган если река относится к региональному уровню водных объектов а как их различить река до река очень просто опять же водный кодекс если водный объект пересекает границы двух и более субъектов федерации он относится к федеральному ведению то есть контроль за Рост природнадзором если водный объект находится на территории сугубо одного субъекта федерации значит трудоохранный орган субъекта федерации но подчеркиваю в данной ситуации связанной с машинами всегда всегда может подъехать еще и Рос Рыбнадзор потому что что такое водный биологический ресурс это в том числе и прежде всего рыба и Рос Рыбнадзор имеет полное юридическое право тоже нас с вами штрафануть понятно да ситуация вторая так мы с вами работаем экологом предприятия так на производственной площадке предприятия расположены стационарные источники загрязнения по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух и у нас с вами закончилось разрешение на выброс то есть нормативы допустимых выбросов и собственно разрешение что нужно сделать нам надо получить такое разрешение прежде всего что мы должны сделать провести инвентаризацию источников выбросов что такое инвентаризация это вот я надеюсь вы видите да это трубы это организованные источники выбросов и мы должны зафиксировать каждый источников по системе GPS где они находятся значит отобрать пробы определить какие вещества из конкретного источника вылетают с каким объемом и с какой скоростью то есть грамм в секунду тонны в год есть еще понятие неорганизованные источники выбросов это куча куча гравия куча песка куча угля нет трубы но эта куча грубо говоря находится на нашей промплощадке мы тоже должны их зафиксировать отдельно также по GPS с координатами и также отобрать пробы и определить какие вещества вылетают в каком объеме и с какой скоростью вот это называется инвентаризация источников выбросов дальше мы должны с вами разработать разработать еще один документ называется нормативы допустимых выбросов НДВ НДВ на основании инвентаризации источников выбросов по определенной формуле расчета утвержденной государством разрабатываем этот документ и согласовываем его либо по подконтрольности либо с Росприроднадзором если это первая категория либо если это вторая третья категория с региональным природоохранным органом и потом уже на основании вот этих двух документов мы должны получить разрешительный документ то есть разрешение на выброс загвязняющих веществ здесь процедура немножко уже сложнее сначала мы с вами ну вот на основании какого законодательства все это делается инвентаризацию мы с вами провели НДВ мы с вами разработали и дальше мы с вами должны должны получить разрешение мы с вами сначала должны пойти в Роспотребнадзор санитаром а санитары состоят из двух служб собственно Роспотребнадзор и под ним как не чиновничея служба санитарно-гигиенические центры и вот мы должны получить сначала согласование в санитарно-гигиеническом центре это лаборатория и потом получить уже официальный документ в Роспотребнадзоре потребнадзоре в Роспотребнадзоре а потом уже идти к своим контролирующим органам для получения разрешения на выброс загрязняющих веществ этот документ выдается на 7 лет и значит была прошлая система как бы нормирования и вот с 2019 года заработала новая система если раньше вот все эти разрешения и все эти разрешительные градоохранные документы действовали 5 лет сейчас они действуют 7 лет обращаю ваше внимание потому что вот в Олимпиаде такие вопросы существуют на сколько лет выдается разрешение на выброс на 3 года 5 лет 7 лет 15 лет там по-разному на 7 лет выдается и если раньше нужно было документ закончил свою юридическую силу заново разрабатывать документ сейчас заново разрабатывать не надо нужно обратиться с просьбой в контролирующий орган пролонгировать этот документ с одним но если у нас ничего не изменилось в технологической цепочке не появились новые вещества на выбросе не появился новый источник на выброс труба как-нибудь не появился какой-нибудь неорганизованный там дополнительная куча угля или еще что-то значит и домашнее задание домашнее задание чтобы вы на нем подумали возможно на основании этого задания будет разработан один из одной из ситуаций на конечную стадию нашей олимпиады представляем себе значит нужно проложить газовую трубу где у нас больше всего газа на Ямале так вспоминаем географию Ямал северная точка дальше трубу погоним через Ханты-Мансийский округ поюжнее теперь от Ханты-Мансийского округа через Томскую область еще южнее потом погоним через Новосибирскую область еще южнее потом проложим трубу через Алтайский край еще южнее потом проложим трубу через Республику Алтай горная система еще южнее потом проложим трубу через Монголию горная плата и потом эту трубу загоним в Китай Вопрос. Какие природно-климатические факторы нужно учитывать при прокладке этой трубы? Вопрос. Какова степень устойчивости экосистем по этому направлению? Ямал, Ханты-Мансийск, Томская область, Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай, Монголия, Китай. И где по этим территориям будет нанесен наибольший экологический ущерб? И чем это определяется? Чем определяется ущерб? Какими природными показателями? У меня все. Уважаемые коллеги, благодарю за внимание. Вы лучшие экологи в мире. Я уверен, что из вас получатся экологи-профессионалы. И вы спасете весь земной шар от экологических катастроф. Спасибо вам. Удачи на Олимпиаде. Вы экологи-профессионалы. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Дружин Иван Андреевич. Я работаю в Томском государственном университете. Сегодня буду проводить вебинар по отборочному этапу Олимпиады «Я профессионал» по направлению устойчивого развития и рационального предупользования. Со мной сегодня мои коллеги. Это Полякова Ольга Игоревна и Адам Александр Мартынович. Сотрудники, разработчики заданий будут вам рассказывать про типовые задания, которые будут у нас на отборочном этапе. Я буквально займусь сейчас пару минут и расскажу небольшие вещи касательно организационной части. Так, собственно, у себя в личном кабинете в разделе на сайте Олимпиады «Я профессионал» вы можете увидеть ваш личный кабинет и направление, на которое вы зарегистрировались. И, собственно, демолерсию можно будет прокликать в разделе «Мое направление», смотрите со списком литературы, который требуется для подготовки, ну и посмотрите, из чего, собственно, создают задания на отборочном этапе. Важный момент, Олимпиады у нас начинаются в 20... Сейчас, секундочку. Расписание в оборочном этапе есть также в личном кабинете. И Олимпиада у нас начинается 23 ноября по 3 декабря. Собственно, можно в любой момент успеть к выполнению Олимпиады. Вот. Собственно, на этом, наверное, моя авиационная часть все. Ольга Игоревна, прошу рассказать по направлению и по заданию бакалавриата. Спасибо. У нас сегодня встреча по устойчивому развитию и рациональному периоду пользования. Хотелось бы посмотреть сегодня, скажем, две большие темы. Это какие изменения, дополнения появились по сравнению с прошлыми сезонами. И, собственно, структуру задания отборочного этапа с примерами вопросов. Начнем с... Что же изменилось? Как некоторые, думаю, знают, раньше было направление по экологии 6 сезонов. 5, по-моему, сезонов с этого сезона будет направление называться «Устойчивое развитие и рациональное природопользование». Если раньше задания были на знание экологических терминов, понятий, законов и правил, фактов из истории развития биосферы, а также задания были посвящены биосистемам природопользования и охраненной природы, глобальным проблемам и процессам социально-экологическим связям, то в новом сезоне все это же тоже остается, но добавляются еще и задания на знание истории развития представлений об устойчивом развитии и рациональном природопользовании. А также задания, которые направлены на вопросы и принципы устойчивого развития. Вопросы Хочется отметить, что увеличится число вопросов, связанных с лесными, водными и земельными ресурсами. Например, если про земельные ресурсы говорить, то вопросы могут быть связаны с методами обработки и восстановления плодородного слоя почвы. У лесных ресурсов вопросы могут быть связаны с различными видами рубок, мероприятиями по восстановлению и уходу за насаждениями. В водных ресурсах это могут быть вопросы, направленные на влияние строительства различных сооружений на водные объекты, рациональные методы использования водных ресурсов для различных целей и так далее. Это только малая часть тем, которая может быть отражена в задании отборочного этапа. Понятно, что полный перечень тем под темы и различных моментов, на которые нужно обратить внимание, не составить. Да, и такой список был бы прямой помощью для прохождения отборочного этапа. Этим примерами я больше хотела показать, что вопросы могут быть достаточно разнообразные и, можно сказать, выходят за пределы базовых знаний экологии. Но и вопросы, связанные с проверкой знаний, так скажем, классической экологии, остаются. Это те же самые вопросы пищевые цепи, взаимоотношения видов и так далее. В Кае является структура. У нас все так же, как с предыдущими сезонами, осталось три блока в отборочном этапе. Блок один, которые задания построены, которые напрямую связаны с проверкой знаний. За каждый правильный ответ всего один балл, таких вопросов пять. Второй блок посложнее. Тут уже могут быть варианты ответов правильными, как один, так и все четыре. Таких вопросов будет двадцать. И третий блок на сопоставление. То есть, как в примере далее мы увидим, будут два столбца, которые нужно будет сопоставить в правильном порядке. Таких заданий семь. И оцениваются они в пять баллов каждый вопрос. Собственно, теперь небольшие примеры. Блок один. Напрямую проверять знания экологических терминов, понятий. То есть, их формулировка звучит примерно так же, как и в учебниках. Вопросы второго же блока строятся в большей степени не в формате проверки знаний о фактах, а применения знаний к частным случаям. То есть, это проверка умений применять свои знания к конкретному случаю в вопросе. Например, вопрос про балабана. Сразу проверяется знание, что это за птица. Птица является птичной. Птичная птица следует своей добыче с высоты либо в полете, либо с присады. И в качестве присады может поступать лэп. Следовательно, птицу запросто может ударить током. Птичная птица в нашем случае балабан питается мелкими млекопитающими. Достаточно высокая численность таких животных наблюдается в степных районах, либо в сельскохозяйственных землях. Следовательно, для борьбы с грузнами применяются различные еды кинекаты, которые через добычу могут попасть в организм птичника. И природные факторы. Балабан приурочен к степным районам, которые характеризуются определенными температурами, количеством осадков, периодами выпадения этих осадков и так далее. Но так как сейчас происходит изменение климата, эти изменения затрагивают и район обитания балабана. Что происходит у балабана летом? Это как и у большинства птиц и зверей происходит появление потомства, то есть выкармливание и подготовка к самостоятельной жизни. И следовательно, появление в маловлажной теплой сети представленных факторов в задании, это такие как застежные грозы с градом, повышенная влажность июля-август. То есть может сыграть роль на численности балабанов, то есть нарушится их, так скажем, этими факторами природная и естественная, скажем, устойчивая среда обитания. То есть один вопрос проверяет сразу несколько знаний. Это и пищевые цепи, и экологические ниши, а главное проверяет, что вы умеете применять эти знания в конкретном случае. Ну и пример третьего вопроса, как я говорила, что вам нужно будет сопоставить, то есть у вас будет два столбика, в первом и втором даны то, что нужно сопоставить. То есть это может быть как термин и пример термина, то есть напрямую название, как из учебника, как в первом блоке, а также будет больше на проверку, на применение ваших знаний уже на конкретных примерах. Но нужно будет сопоставить. Ну и в принципе на этом кратенько все.